Добрый вечер, в эфире выпуск новостей, с вами Егор Матаев. Вначале расскажу о главном. Более 862 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Отремонтировать забор вокруг дома обязывают семью пенсионеров-инвалидов. Насколько правомерно требования и наказания? К 175-летию Русского географического общества по местному времени на Первом канале покажут фильм Гаррика Сукачева «То, что во мне». В съемках фильма приняли участие операторы телеканала «Катунь-24». По предварительным данным в Алтайском крае, на голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовало почти 900 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции заявила председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова. Точное число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования – 897 тысяч 797. Из общего количества проголосовавших 71% поправки поддержали, 26% проголосовали против. Недействительными признали 11 тысяч 62 избирательных бланка. К настоящему времени все протоколы участковых избирательных комиссий уже загружены в систему ГАЗ-выборы. Проверена правильность их составления в соответствии всем неустановленным законодательствам требованиям. А также территориальные избирательные комиссии Алтайского края приступили к непосредственному установлению путем суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, составлению протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на территории Алтайского края. День общероссийского голосования подошел к концу. О том, как делали выбор в краевой столице, в материале Владислава Кириенко. Голосование по вопросу поправок в самый главный документ страны, Конституцию Было одним из самых необычных в истории современной России И в Барнауле в частности Длилось голосование не день, как бывало обычно, а неделю Выразить мнение по поправкам можно было с помощью самых разных форматов Например, губернатор Виктор Томенко вместе с семьей отдал голос досрочно дома Поскольку находится на самоизоляции Проголосовать на дому также могли люди, которые находятся в зоне риска Многодетные семьи, беременные, пенсионеры Чтобы к вам приехали на дом, нужно было позвонить на свой избирательный участок Оставить заявку и указать причину, почему вы не можете прийти и приголосовать очно Вот три месяца уже мы на самоизоляции, из дома не выходим Поэтому решили постраховаться, чтобы там какую-нибудь болезнь не прихватить И вызвали на дом Ну удобно, но вообще-то лучше пойти на участок голоса Но вот с этим коронавирусом вот и мы постраховались Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко проголосовал 1 июля На своем участке в Барнаульской детской школе искусств Парламентарий выделил блок поправок, касающихся сельского хозяйства По мнению Александра Романенко, к Алтайскому краю, как к аграрному региону будет привлечено особое внимание Именно сегодня нашей стране нужна и политическая, и экономическая, и социальная стабильность И вот именно данные поправки в Конституцию, на мой взгляд, это еще в большей степени обеспечит Еще одно событие. На избирательный участок в Барнауле пришла медведица Подопечной барнаульского зоопарка Глаши 18 еще нет, поэтому проголосовать она не может Но проявить гражданскую позицию, вероятно, все равно хочется Почему так нужно и важно отдать свой голос? Своим мнением с нами поделились барнаульцы Это наш основной закон, мы по нему живем Если не мы, то кто же? Я считаю, что это обязанность каждого гражданина России Хочу жить по закону Хочу, чтобы страна была в числе передовых, ведущих и узнаваемых Есть обязанность гражданина проголосовать, выразить свое мнение А то потом возникают вопросы, дескать Дескать, а что здесь в стране творится, если я этого не выбирал? Вот я выберу Дети на нас смотрят и копируют нас То есть вы таким образом подаете пример детям? Да А они ему последовали? Ну, вообще-то да У вас сколько детей? Двое, два сына И оба? И оба проголосовали уже За легитимность голосования и безопасность избирателей на участках в период пандемии отвечали наблюдатели На входе вручали маски, перчатку, одноразовую ручку, делали термометрию Ежедневно с 8 утра до 8 вечера они следили за ходом голосования и вели подсчет избирателей Мы наблюдаем, чтобы все проходило честно, гласно Чтобы не было столпотворения людей, чтобы люди соблюдали дистанцию Председатель краевого избиркома Ирина Акимова отметила Уровень работы избирательных участков был высоким И нарушений обнаружено не было В целом я хочу отметить, что день голосования прошел в достаточно спокойном режиме Без каких-либо ситуаций, которые бы какой-то образом говорили Либо свидетельствовали о наличии тех или иных, может быть, недостатков Либо правонарушений при организации работы комиссии Владислав Кириенко, Иван Горбатов, Вадим Слюсарев, Анна Рашагирова, Анна Москаленко, Денис Кузьменко, Алексей Михайлов Новости Другим темам Единый государственный экзамен стартует в регионе уже завтра Упускники школ будут задавать по выбору литературу, информатику и географию Всего больше 2000 учеников Сегодня прошла финальная проверка технической готовности пунктов приема экзаменов В регионе их будет 98 Это 1030 аудиторий Министр образования и науки края Максим Костенко оценил готовность к ЕГЭ как высокую У нас есть резервные копии на случай каких-то технических поломок У нас есть резерв кадровый Все эти дополнительные меры, как мы говорим, план Б Будут способствовать непрерывности проведения ЕГЭ Дорожники продолжают ремонтировать в Барнауле старый мост через Обь Больше чем наполовину заменены плиты проезжей части Мостовики приступили к ремонту левобережной эстакады со стороны Барнаула Здесь демонтируют балки пролетных строений Поставки новых балок начнутся в июле На обеих эстакадах предстоит заменить 180 таких элементов Вес каждого 15 тонн После этого предстоит выполнить устройство мостового полотна, тротуаров и ограждений Ввод старого моста в эксплуатацию по графику состоится в ноябре следующего года 72 дороги регионального значения отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги Одна из них трасса Белоярск-Заринск При ее ремонте использовали современную технологию С подробностями Вадим Слюсарев Трассу Белоярск-Заринск ремонтируют уже 5 лет В этом году плановые работы, а именно ремонт 6 километров дороги удалось закончить на 3 месяца раньше Поспособствовала ранняя весна, а также современная технология укладки асфальта Старый асфальтобетон используется как прочное основание для трассы Дорожники его выровняли и нанесли 4 сантиметра щебеночно-мастичного асфальтобетона И хоть слой кажется незначительным, он достаточно прочный Дорожники гарантируют, на асфальте не будет появляться колея от большегрузов А значит прослужит он значительно дольше Эта дорога, она маленько специфичная Ее строили в 80-е годы к градообразующему предприятию Коксахима Она бетонка, она 40 лет отстояла Местами просела, местами зашелушилась И здесь идет только выравнивающий слой с асфальтобетона и верхний слой покрытия Я думаю, что она будет стоять очень долго С заменой только верхнего слоя И все Очень хорошее основание в этой дороге Трасса капитально не ремонтировалась 40 лет Хотя в Заринске находятся крупные градообразующие предприятия Такие как Алтай Кокс и Русская Кожа А бизнес, как известно, не может работать без логистики Мы понимаем, что региональные перевозки Связанные с автомобильным транспортом На расстоянии на плече до 200 километров Это очень эффективный вариант работы Поэтому хорошая дорога для нас крайне важна И с точки зрения бизнеса 90 миллионов рублей на ремонт выделены Из краевого и федерального бюджетов В рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Всю приведем когда в порядок До Кытоманова, Тогула, Мартынова И значительно разрустится федеральная трасса Которая сегодня работает в перегрузе Все кемеровские направления едут на Троицк Бийск, Сбийска на Кузидеево Потому что там дорога лучше Ну, я надеюсь, что за несколько лет Мы эту дорогу приведем все в порядок И трафик изменится Соответственно, легче будет ездить по Чуйскому тракту Остается отремонтировать еще 10 километров до Заринска Дорожники не исключают возможность Что уже в этом году трасса будет полностью завершена Вадим Слюсарев, Михаил Лифуншан, Новости Отремонтировать забор вокруг дома Обязывают семью пенсионеров-инвалидов За невыполнение предписания пожилым людям Грозит солидный штраф Насколько правомерно требование и наказание В отношении пожилых маломобильных людей Смотрите в нашем сюжете Александру и Александре Пермяковым за 80 Оба на инвалидности Ходят с трудом О физических нагрузках и речи нет Невероятно, но именно в эту семью На прошлой неделе пришло исковое заявление Согласно которому Пенсионеры должны в срочном порядке Отремонтировать забор возле своего дома Так как он не соответствует надлежащему состоянию Портит общий облик улицы И нарушает устав города За неисполнение предписания пожилым людям Пригрозили солидным штрафом Пришли какие-то и говорят У вас в одном месте на заборе ржавчина Там ржавчина была буквально Ну ладно, закрасим Вот что я им ответила Они повернулись и ушли А что-то про штрафы там и все говорили? Нет, ничего не говорили Это потом письмо прислали Что-то написано Не выполните, будете платить по пять тысяч в месяц Согласно городскому законодательству Благоустройство дома и прилегающей территории частного дома Зона ответственности собственников Рейд по благоустройству в железнодорожном районе Прошел еще в апреле После чего собственникам дали месяц на исправление замечаний Пермяковы уверяют Как только узнали о требовании обновить забор Немедленно пригласили рабочих Которые покрасили их забор Однако, несмотря на проведенный ремонт Получили повестку в суд Нет, предписание было направлено То есть, видимо, курьер не достучался Не вручил несколько раз собственникам Возможно, они не открыли, побоялись И решили не принимать данное предписание В СИЭСЭТИН, также администрация района Может вправе подать исковое заявление На данных собственников Несмотря на то, что они его не получили Хотя попытки у нас были После вмешательства нашего телеканала Представители районной администрации Выехали на место И лично убедились в том, что все замечания устранены Сегодня иск отозван Штраф пенсионерам больше не грозит Прецедент оказался показательным Закон законом, но бывают исключения из правил Как, например, в этой ситуации поступать законопослушным людям Рекомендации мы получили в администрации железнодорожного района Там нуждающимся в помощи людям Советуют обращаться в учреждения социальной защиты Или в волонтерские организации Герои же этой истории до сих пор не могут понять главного Почему об этом узнали только после обращения за помощью к журналистам? Егор Матаев, Вадим Слюсарев, Сергей Балуев, Новости К 175-летию Русского географического общества 6 и 7 июля в 23.25 по местному времени На первом канале покажут фильм Гарика Сукачева То, что во мне Об этом сообщил сам известный музыкант на своей странице в Facebook Съемки двухсерийного документального фильма прошли на Алтае в 2016 году В своем путешествии Гарик Сукачев открыл малоизвестные факты об истории России Особенностях культуры коренных народов региона Он побывал в Сросках, встретился с жительницей села, знавшей Василия Макарыча Музыкант проехал по Чуйскому тракту, где родилась знаменитая песня Есть по Чуйскому тракту дорога Прозвучавшая в фильме живет такой парень Напомню, в съемках фильма принимали участие операторы телеканала «Катунь-24» Анатолий Коваленко и Дмитрий Козерлыга В нашей студии было записано эксклюзивное интервью со съемочной группой знаменитого музыканта Журналист телеканала Антон Скаль снял хронику съемок фильма Куда едем? Оттуда, оттуда, да С Ростки, счастливой дороги и уехали Да я по Чуйскому тракту аж до самой монгольской границы Ой, как далек-то А что делать-то? На мотоцикле Родину хочу посмотреть А где родина-то? Вот здесь 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста Начиная с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы Об истории этого дня и о самых известных спортивных журналистах края Расскажет мой коллега Дмитрий Зроздов Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы Которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов В Алтайском крае спортивная журналистика ассоциируется с Валерием Лямкиным Который писал книги про алтайский футбол и тренировал местную хоккейную команду И Дмитрий Гладких, спортивный журналист, который случайно попал в эту сферу Но быстро понял, что это смысл его жизни Очень много интересных материалов за то время, которое я был в спортивной журналистике Удалось снять Безусловно, есть что вспомнить Самое главное, наверное, это люди, с которыми удавалось общаться Люди, с которыми удалось познакомиться Люди разных, можно сказать, спортивных видов Поэтому, наверное, это самое главное Профессиональный путь известных спортивных журналистов Алтайского края И о тонкостях этой работы расскажу вам я, Дмитрий Дроздов Сегодня вечерник в выпусках новостей телеканала Катунь24 К этому часу у меня пока все